Всем привет! Меня зовут Дима и сегодня расскажу как настроить выгрузку сделок при переходе в определенный статус из битрикс24 в google таблицы. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо указать систему источника данных битрикс24. На этом этапе вам необходимо указать действие. Если вы хотите чтобы сделка выгружалась при переходе в определенный статус выбираем действие загрузить сделки по статусу новая. На этом этапе вам необходимо подключить ваш битрикс24 к системе Apex Drive. Для начала необходимо указать тип установки вашего битрикс, облачная или коробочная версия, указать страну регистрации вашего битрикс, а также прописать домен портала. Для этого перейдем в ваш битрикс24. Для начала необходимо установить приложение Apex Drive в битрикс24. После успешной установки необходимо скопировать домен портала из адресной строки без дополнительных символов. На этом этапе вам необходимо указать логин и пароль пользователя битрикс с правами которые нужны для работы с выбранной сущностью, в данном случае со сделками. Когда подключенный логин отобразился в списке активные аккаунты, выбираем его и кликаем продолжить. Теперь необходимо указать воронку продаж и статус при переходе в который будет происходить выгрузка сделки. В данном случае мне необходимо чтобы выгрузка происходила из статуса в работе без воронки. Теперь вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем продолжить. На этом этапе вы видите пример данных по одной из сделок в выбранном статусе. Если вас все устраивает кликаем далее. На этом настройка источника данных битрикс24 успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Google Sheets. Далее необходимо указать действие добавить строчку. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Google таблиц к системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке активные аккаунты выбираем его и кликаем продолжить. На этом этапе вам необходимо указать файл и лист на которые будут передаваться данные по сделкам при переходе в выбранный статус. Теперь вы видите колонки Google таблицы. Если в первой строке прописано название колонок, оно подтянется напротив каждой из них. Для того чтобы в колонку добавить переменную из битрикс24 необходимо кликнуть в поле и выбрать переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значение вручную. Когда все необходимые переменные назначены в колонке, опускаемся вниз страницы и кликаем продолжить. На этом этапе вы видите пример данных которые будут отправляться в Google таблицы при переходе сделки в выбранный статус. Если у вас что-то не устраивает кликните редактировать и вернитесь на шаг назад. Для того чтобы проверить корректность настройки кликните отправить тестовые данные в Google Sheets. Если вас все устраивает возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Google таблиц успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи например один раз в пять минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!